Применение нормы федерального и окружного законодательства при проведении выборов депутатов Государственной Думы. Круглый стол под таким названием состоялся в суде Нинецкого округа. К участию были приглашены все заинтересованные лица – главный федеральный инспектор, сотрудники избирательной комиссии, прокуратуры и правоохранительных органов. Выборы депутатов Госдумы состоятся 18 сентября 2016 года. В преддверии большого политического события в суде Нинецкого округа решили обсудить особенности проведения предстоящей избирательной кампании. По сути дела все структуры, которые сегодня у нас приглашены, которые участвуют, своей целью прежде всего имеют соблюдение законности при проведении выборов. Соблюдение закона при проведении выборов – это гарантия честных выборов и отражение, скажем так, воли народа при проведении выборов. В отличие от думских выборов 2011 года, нынешние имеют ряд особенностей. В частности, возвращается смешанная, мажоритарно-пропорциональная система формирования Государственной Думы. То есть 225 депутатов будут избраны по оппорциональной системе, то есть по партнерным спискам. И, соответственно, 225 депутатов будут избраны по одномандатным избирательным округам. В среднем норме представительства в одном одномандатном избирательном округе порядка полумиллиона избирателей. В связи с этим при нарезке одномандатных избирательных округов таким субъектом федерации, как Ненинский автономный округ и Чикотский автономный округ, в качестве исключения было выделено по одному одномандатному округу. Это значит, что 18 сентября этого года жители Ненинского округа выберут одного кандидата. Он будет представлять интересы нашего региона в качестве депутата Госдумы в Москве. Кандидаты по одномандатному избирательному округу могут пойти на выборы как от политических партий, так и в роли самовыдвиженцев. Последние должны собрать для этого не менее трёх тысяч подписей. Их достоверность проверит избирательная комиссия. Основные кандидаты-одномандатники – это будут подвиженцы от партии. Июнь месяц, я думаю, пройдёт относительно спокойно, потому что ещё не опубликован указ президента о назначении выборов. Съезды партий, которые должны будут состояться по выдвижению, они состоятся 2-я половина июня, может быть, даже ближе к концу июня. И, соответственно, уже после прохождения этих съездов кандидаты поедут в регион и будут представлять документы для регистрации комиссии. Июнь месяц будет наиболее жарким, так как в июле месяце у нас уже должны быть осуществлены все основные действия, связанные с регистрацией кандидатов. За соблюдением избирательных прав граждан в период проведения выборов будет следить прокуратура Неницкого округа. Рассмотрение заявлений и жалоб, связанных с нарушением окружного и федерального законодательства, при проведении выборов будет осуществлять суд Неницкого округа.